5 неожиданных сложностей, которые могут возникнуть при покупке квартиры на вторичном рынке. С вами буду я, юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корцакин. Не забудьте на меня подписаться, а мы начинаем. Кажется, покупать столичку безопаснее, чем вкладывать деньги в долевку. Казалось бы, жилье-то уже есть, значит обманутым дольщиком уже не станешь. С появлением скровых счетов уж точно. Да и усадка дома с трещинами на стенах не грозит. На самом деле все не так однозначно. У вторичного жилья тоже полно проблем. Связано в первую очередь с хитрыми продавцами. Я собрал 5 неожиданных ситуаций, с которыми столкнулись мои клиенты, подыскивая себе квартиру. Вот какие подводные камни мы обнаружили. Первое. Перепланировка. Мой клиент решил купить студию, но оказалось, что это бывшая комната в коммуналке. Ее разделили на маленькие части и в каждой смонтировали санузел. Мужчина переживает, что такое переустройство может быть незаконным. Как по закону? Мужчина волнуется не зря. Маловероятно, что в этом случае перепланировка законна. Санузлы и кухни нельзя располагать над жилыми комнатами. Поэтому такая перепланировка будет законной в двух случаях. Если студия на первом этаже или если под ней уже узаконенная перепланировка с таким же расположением унитаза и душевой. Если бы мой клиент купил квартиру, а потом окажется, что бывшие владельцы не согласовали перепланировку, его обяжут заплатить штраф 200-2500 рублей и вернуть все как было. Если вы покупаете квартиру, которую явно перестраивали, попросите у продавца технический паспорт помещения. Расположение комнат и мокрых зон на плане должно соответствовать реальному состоянию квартиры. Если это не так, то от покупки лучше отказаться. Если с планом все в порядке, проверьте еще одну деталь. Нет ли на нем штампа разрешения на произведенные при оборудовании перепланировку в БТИ не предъявлено. Такой штамп значит, что в БТИ просто зафиксировала перепланировку, но доказательств ее законности нет. На практике иногда перепланировку не удается согласовать по правилам. Тогда собственникам, а собственники обращаются в суд. Если продавец утверждает, что суд якобы разрешил оставить унитаз и раковину, пусть покажет решение суда. Второй нюанс. Цена в договоре ниже, чем в реальности. Мой клиент нашел идеальную квартиру и хочет купить ее в ипотеку. Но есть два момента, которые вызывают вопросы. Во-первых, неузаконена незначительная перепланировка. А во-вторых, хозяев просит снизить стоимость жилья по договору, чтобы не платить налог с продажи. Все это заставляет мужчину задуматься, а не возникнет ли у него в будущем проблем. Как по закону, есть риск нарваться на штраф и остаться без полной суммы вычета. Перепланировка может казаться незначительной, но только на первый взгляд. Поэтому окажется, что узаконить ее в принципе нельзя. Тогда придется платить штраф и возвращать все как было. Или соглашаться на продажу квартиры с торгов. Даже если перепланировка не нарушает никаких норм, правильно оформить ее не так просто. Придется побегать по инстанциям и все равно заплатить штраф. Заниженная стоимость квартиры по договору – это тоже риск. Если по какой-то причине мужчина захочет рассорженную сделку купли-продажи, продавец вернет ему только ту сумму денег, которая зафиксирована на бумаге. Меньше, чем мужчина реально заплатил. Еще есть проблема с налоговыми вычетами. Если по договору квартира стоит меньше, чем 2 миллиона рублей, а в реальности больше, налоговая не даст максимальный вычет. К тому же, если мужчина продаст жилье раньше минимального срока владения, ему потребуется доказать налоговый свои расходы, чтобы уменьшить НДФЛ. Минимальный срок владения может составлять 3 года или 5 лет. А раз по бумагам расход меньше, значит доход выше и денег в бюджет придется отдать больше. Но и это не все. О махинациях со стоимостью помещения может узнать банк и отказать моему клиенту в ипотеке. В идеале отказаться от покупки. Но в реальности такая квартира может оказаться одним из немногих подходящих вариантов. В таком случае сделайте вот что. Первое. Проведите экспертизу перепланировки. Если нет препятствий для того, чтобы ее узаконить в будущем, можно за это взяться и от жилья не отказываться. Второе. Отдайте документы на проверку банку. Соглашайтесь на сделку, только если банк ее одобрит. Третье. Оформите титульное страхование. Четвертое. Запланируйте не избавляться от недвижимости раньше минимального срока для продажи без налога. Третье. Долг за коммуналку. Семья купила квартиру. Прежний владелец принес справку о том, что должен 30 тысяч рублей за ЖКХ. И честно передал эти деньги покупателям. Когда новые хозяева обратились в ЖЭК, оказалось, что бывший собственник пропустил срок проверки счетчиков, и коммунальщики пересчитали долг по нормативам. И в итоге задолженность выросла на 30 тысяч рублей. Как по закону. Все зависит от того, за какой срок был перерасчет. Долги за коммуналку закрепляются за человеком, а не за недвижимостью. Если владелец продал квартиру с долгами, то обязательство их закрыть остается на нем же. Они переходят к новому собственнику. Если управляющая компания насчитала часть долга за время, когда новые хозяева не имели к квартире отношения, их можно будет оспорить. Если долги насчитали с момента покупки квартиры, то оспорить их тоже можно, но сложнее. Скорее всего, дело было так. Семья подавала информацию по счетчикам, УК эти данные вносила. А когда собственники обратились за поверкой, вспомнила, что все это время должна была считать вводу под нормативом. Теперь возможны два варианта, в зависимости от того, прошли ли проверку счетчики. Если мастера подтвердили, что техника исправна и замена не требуется, семья может потребовать признать данные, которые они подавали в УК, корректными. Но если счетчики не прошли поверку, управляющая компания права, а собственникам придется оплачивать долги. О долгах по квартире лучше знать на первой встрече с продавцом, даже если владелец честно признается в задолженностях и предложит скидку за их погашение. Его слова лучше проверить. Сумма, которую он называет, может быть неточной. Вот как это сделать. Первое. Попросите собственника показать последнюю квитанцию за коммунальные услуги и сфотографируйте ее. Важнее всего зафиксировать номер счета и фамилию получателя услуг, потому что задолженность в квитанции может быть либо не прописана, либо указана неверно. Второе. Используйте эти данные, чтобы получить информацию о долгах лично. В МФЦ, Горгазе, у поставщика электричества и в управляющей компании. Чтобы сотрудники этих организаций охотнее шли вам на встречу, скажите, что собираетесь покупать эту квартиру и оплатить все долги. Им это выгодно. Третье. Уточните у соседей или в управляющей компании, какие дополнительные услуги оплачивает собственник жилья. Например, видеонаблюдение, взносы за охрану или парковку. Позвоните в организации, которые за это отвечают и узнайте про долги. Не факт, что вам все расскажут, но попробовать точно стоит. Четвертое. Проверьте продавца на сайте службы судебных приставов. Там вы узнаете, ведется ли в его отношении исполнительное производство, в том числе по долгам за коммуналку. Следующее. Долг за капремонт. Ко мне обратился мужчина. Он купил квартиру и оказалось, что предыдущий владелец не оплатил капремонт. Теперь долг вынужден покрывать новый собственник. И ему это не нравится. Обязательства-то он не нарушал, как по закону. Мужчине не повезло. Долг придется заплатить. В отличие от коммуналки, платежи за капремонт начисляются на квартиру. То есть, когда прежний владелец продал жилье, долг за капремонт перешел к покупателю. Перед покупкой квартиры удостоверьте, что у собственника нет долга. Попросите продавца принести справку из управляющей компании или фонда капитального ремонта. Иногда собственники врут и показывают подложные квитанции. Если обман скрывается, после покупки можно потребовать деньги с прежнего владельца через суд. Но в остальных случаях придется рассчитываться самому. Следующее. Чужие вещи. Семья несколько лет снимала квартиру, а потом арендодатель предложил супругам выкупить ее по кадастровой стоимости. Те согласились, оформили ипотеку, передали деньги и стали жить в уже своей квартире. Но через две недели новым владельцам позвонила жена бывшего собственника и потребовала заплатить еще 100 тысяч рублей. Якобы квартиру продали слишком дешево. А если супруги не согласятся, она подаст на них в суд. С требованием вернуть всю имеющуюся в доме мебель и сантехнику, что будет, если дойдет до суда? Неизвестно. Аргументы есть у каждой стороны. У жены бывшего владельца есть козырь. О том, что мебель остается в квартире, договорились на словах. А раз по бумагам новым собственникам перешла только квартира, то она имеет право потребовать вернуть все оставшиеся имущества, и мебель, и бытовую технику. Но и у новых собственников есть своя правда. Пока они арендовали жилье, многие вещи купили самостоятельно и сохранили чеки. На эту мебель женщина точно не сможет претендовать. А еще в договоре о купе-продаже квартиры нет ни слова о мебели и технике. А доказать, что это покупки именно прежнего собственника будет непросто, даже с чеками. Мало ли что, это владелец купил и куда делу. Иногда на практике упорные продавцы привлекают и свидетелей. С их помощью доказывают, что квартиру продавали отдельно, а мебель отдельно. Но в ответ покупатели могут привлечь своих свидетелей, которые подтвердят, что мебель на самом деле подарили. Закон разрешает заключать такие сделки на словах. Внимательно составляйте договор. Помимо недвижимости в нем нужно указать все движимое имущество, которое переходит от одного собственника к другому. Мебель и технику можно вписать в акт приема-передачи. Или составить на них отдельный договор купли-продажи за символическую стоимость. Как выбрать квартиру на вторичном рынке и не прогадать. Обратившиеся клиенты сами не раз покупали квартиры и жалели о своем выборе. Хочу, чтобы с вами этого не случилось. Свой опыт я упаковал в наглядный курс о том, как проверить собственника и квартиру. Он состоит из шести уроков с фотографиями, схемами и полезными советами. Все уроки проверили специалисты. С помощью курса вы морально и материально подготовитесь к покупке квартиры, спланируете бюджет, быстрее найдете комфортное жилье и не закончите разбирательство в суде, если вдруг возникнут проблемы. Пройдите курс и вы сможете Оценить все возможные риски и их последствия Проверить собственника на долги, суды, банкротство и так далее Узнаете все о незаконной перепланировке Научитесь правильно смотреть в документы на квартиру Провести безопасную сделку без потери квартиры и денег С вами был юрист-эксперт по недвижимости с 9-летним судебным стажем Евгений Корсакин Жду вас на своем онлайн курсе